Депутат Государственной Думы В этот раз на прием к Вячеславу Фетисову записались пять человек. Темы разговора были разные. Например, серьезно были затронуты вопросы, касающиеся реабилитации инвалидов-колясочников, создания ресурсных классов для детей-аутистов в общеобразовательных учреждениях, а также развития спорта для граждан с ограниченными возможностями. А жительница города Видно, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы Маргарита Фролова, столкнулась с аграрной проблемой. После того, как некоторая часть Ленинского района отошла к Москве, женщина стала обязана выплачивать налог за подаренный ей земельный участок. Землю получали в 92-м, 93-м году. И у нас не было никаких проблем. Наши ее создали искусственно. Но когда создают искусственно, тогда мы и реагируем. Мы ничего не просили. Все у нас есть. Вячеслав Фетисов пообещал принять меры уже в ближайшие дни. Давайте мы попробуем написать письмо мэру Москвы, чтобы он попробовал разобраться в этой ситуации. Мне кажется, здесь несправедливость налицо. По окончании встречи с жителями депутат Государственной думы и глава Ленинского района договорились о взаимодействии и условились справиться со всеми затронутыми проблемами в кратчайшие сроки. Субтитры создавал DimaTorzok